дорогие друзья добрый день для кого-то добрый вечер пока у нас есть еще несколько минут чтобы все подключились и собрались добрый вечер хабаровск я бы хотела узнать как меня слышно поставьте традиционно пожалуйста свои плюсики и я буду уверена что меня хорошо слышно спасибо наталья вы вы первая хорошо надеюсь тоже меня было слышно я поэтому пока на ближайшие виктория добрый день всех рада видеть да я буду вести сегодня я тогда пока 8 7 8 минут возьму паузу и скоро будем начинать подключаемся итак добрый день дорогие друзья добрый вечер доброго времени суток еще раз проверяем связь 14 00 по москве начинаем наше общение я надеюсь всем хорошо слышно и позвольте представиться для начала сегодня буду вести наш вебинар я меня зовут наталья борисовна гальмгрен я доктор много лет практикующий применяющие аппараты дэнас я очень надеюсь что смогу может быть не в полном пока объеме за весь сегодняшний вебинар но так или иначе удовлетворить ваше любопытство по крайней мере по заявленной теме да действительно для кого-то может быть первое знакомство это или только начальное знакомство для кого-то уже это большой большой свой собственный опыт но в любом случае всем спасибо за поддержку и будем начинать наш вебинар что касается да если я вижу значки что звук есть я с вашего позволения вижу что он есть и пока не буду отвлекаться начну то что мы с вами запланировали мы поговорим сегодня в целом о дэнс терапии действительно такой вот вариант введения наверное в метод и я постараюсь на все вопросы ответить с вашего позволения в конце нашего общения и те вопросы которые я уже увидела которые поступили до начала вебинара я конечно же отвечу в соответствующем разделе рада всех видеть и слышать начинаем надеюсь изображение есть тоже у всех если какие-то меня тоже тут подсказывают коллеги что все хорошо и так я спешу с гордостью объявить о начале нового проекта в социальных сетях о создании нового сообщества дэнас территория здоровья и мы приглашаем всех присоединиться для общения для общения на актуальные темы особенно кого интересует не просто здоровье людей общение людей которых интересует возможности применения аппарата дэнс терапии сейчас принципиально не имеет возможно не принципиально не имеет значения опыт который мы накопили или отсутствие опыта применения аппарата дэнас как раз таки возможность общаться в сообществе услышать комментарии мнение других людей мы же со своей стороны постараемся наполнить максимально интересной информации представленные сообщества и вы можете это использовать конечно для себя для близких кто-то для бизнеса конечно это решать уже вам и так я начну наверное совсем издалека знакомства с дэнс терапии потому что конечно я представлю аппараты которые на сегодняшний день в наличии но прежде всего мне бы хотелось обратить внимание чтобы может быть такую долю скептицизма немножко развеять что исторически возможность применения и воздействия на человека на внутренние органы на здоровье человека и применение каких-то физических факторов насчитывает более чем пять веков даже уже сейчас не было более чем 20 веков до исторически и первые эмпирическим путем это были китайцы которые каким-то образом вычислили проводя воздействия на различные биологически активные точки на теле человека и получая ответные реакции в виде оздоровления в виде обезболивания и уже со временем вот эта история китайские трактаты стали основы современной акупунктуры по большому счету современными прототипами физиотерапевтических аппаратов являются знания о том что на нашем теле находится определенные биологически активные точки что здесь примечательность что заслуживает уважение внимания даже если вы не собираетесь заниматься никакой акупунктурой не являетесь профессионалом в этой области примечательно то что те описания биологических точек которые дошли до нас через много-много веков например . хэгу да я одну вот просто в качестве примера которая картинка здесь представлена представляете вот она была описана 5 веков до нашей эры и до сих пор эта точка применяется только уже современными иглорефлексотерапевтами или современными специалистами которые практикуют тоже хиропрактику практикуют уже электростимуляцию она применяется эта точка для воздействия и медиками и появилась эта точка за какой-то неимоверное количество до до появления первой таблетки и так действительно уколы или воздействия физическими факторами в определенных частях тела определенно приводит к излечению или улучшению самочувствия и следующим этапом даже не этапом наверно параллельно развивающейся областью применение физических факторов лечения людей можно назвать такой начало нашей эры ну для примера привожу скрибония ларга знаете ли вы что факт применения электрических разрядов в данном случае электрических разрядов благодаря определенным животным рыбам известен тоже уже очень много веков и древние греческие врачи и как свидетельствуют некоторые трактаты там жители амазонии применяли электрических скатов для лечения болезней суставов аскрибоний ларг он был личным доктором одного из известного императора клавдии юлия цезаря и тоже лечил таким образом его мигрень прикладывая там чуть ли не голове эту рыбу то есть я говорю какие-то исторические факты применения электричества еще когда пусть это живое электричество еще когда сама природа электричества не была изучена и конечно же никаких еще источников не было получено ну люди уже это использовали с лечебной целью 19 20 век знаменуется появлением уже и созданием с помощью наших неутомимых физиков источников энергии до появления первых по сути аппаратов для проведения электро стимуляции электрофореза это тоже исторический факт и поэтому если рассуждать кто первый начал верно очень сложно все началось издалека и было известно и точки описано на теле до сих пор применяется и способы воздействия разные только сейчас мы с вами говорим уже о современном состоянии вопроса и я обращаю внимание раз уж мы обсуждаем с вами именно динамическую электронеростимуляцию ли я проще буду говорить дэнс терапию что я все-таки остановилась бы на термине живое электричество что мы под этим подразумеваем согласитесь что и наверняка вы это знаете начиная со школьного курса анатомия что наше тело это по сути электрифицированная система мы можем зарегистрировать электрическую работу сердце это будет называться электрокардиограмма мы можем зарегистрировать электрическую работу головного мозга этой электроэнцефалограмма вставлять и мы можем зарегистрировать электрическую работу желудка поперечно-полосатой мускулатуры скелетной да и это будет электромиограмма поэтому сам факт применения импульсного тока хорошо применение электрического тока определенных характеристик является очень физиологичным воздействием и в нашем теле есть слабые электрические импульсы и вся жизнедеятельность нашего организма она пронизана и даже сейчас когда я с вами разговариваю вы смотрите на экран да и двигаете мышки то есть это сплошной один поток электрических нервных импульсов от головного мозга передается информация к той же мышцы которая сокращается все это идет электрический импульс поэтому мы действительно говорим что воздействие импульсным током и применение современных аппаратов для электростимуляции это очень физиологическое воздействие и оно подобное живому электричеству по своим характеристикам что и происходит в дэнессе такие параметры как чистота мощность напряжение сила тока они максимально приближены к характеристикам нервного живого электричества которые есть в нашем организме то есть благодаря современным технологиям благодаря современной современному оборудованию мы можем получить импульс любой характеристики что 20 лет с лишним назад и было сделано в аппаратах дэнас и неудивительно что нарушенные функции организма мы можем восстанавливать мы можем влиять на них через определенные точки с помощью внешних воздействий так устроен наш организм двигаемся дальше для начала я предлагаю несколько определений определение конечно наверное это главное да раз уж мы говорим о введении метода вы можете все три определения использовать или поочередно но суть каждого из этих определений она примерно одна и та же и так дэнс терапии или динамической электро нейростимуляции аппараты дэнас о которых будем сейчас говорить производятся с 1998 года то есть это более 20 лет уже анамнез у дэнасо производится на современном оборудовании по всем европейским стандартам и прежде чем мы будем говорить об аппаратах мне конечно хочется дать определение и так в основе метода лечения дэнс терапии лежит воздействие слабым импульсным током током низкого напряжения и низкой частоты на определенные участки кожи конечно же с лечебной или профилактической или восстановительной целью дэнс терапия проводится с помощью портативных устройств портативных аппаратов которых заложены физиологически физиологичные параметры воздействия которым не возникает привыкание мы об этом будем говорить чуть дальше дэнс терапия хочу обратить ваше внимание это медицинская технология это самостоятельный раздел физиотерапии который входит учебники по физиотерапии и может применяться как медицинских учреждениях это естественно раз мы говорим о медицинской технологии так и в домашних условиях если вы откроете паспорт инструкцию к любому аппарату дэнас вы увидите фразу может применяться в бытовых условиях аппараты дэнас для этого максимально адаптированы на сегодняшний день я представляю линейку аппаратов дэнас на вебинаре сейчас мы тезисно поговорим о каждом конечно по несколько предложений да это аппараты ладос дэнас кардио дэнас остео дэнас вертебра и дэнас комплекс та линейка которая представлена на сайте аппараты которые можно заказывать приобретать естественно все наши ближайшие общения они будут посвящены вот этим 5 модификациям и то что еще сопровождает технологию дэнас обязательно конечно я коснусь дальше аппарат ладос по-своему это универсальный аппарат потому что терапия боли для которой разработан этот аппарат для лечения боли для купирования боли для поддерживающей терапии для оказания первой помощи в случае тех же травм или каких-то первой помощи пока мы вот человека везем несем для снятия боли это в этом и есть универсальность аппарата ладос аппарат ладос может вот для примера на этом слайде понятно что мы будем говорить в следующих вебинарах подробнее о каждой модификации но для примера написала что это стандартно головные боли заболевания опорно-двигательного аппарата травмы последствия травм реабилитация ушибы травмы мягких тканей травмы связочного аппарата конечно же куда деваться без остеохондроза в аппарате предусмотрено три автоматических режима которые могут применяться на острую боль на хроническую боль и на восстановительный период но не только терапия боли славится аппарат ладос у него есть область применения в косметологии но это позвольте оставлю отдельной темой просто сразу возможно все сейчас мы не сможем обсудить но многофункциональность аппарата лада связано в том что он способен купировать лечить боль предупреждать боль он способен оказывать положительное влияние на мышечный тонус то что собственно используется и в косметологии в аппарате ладос есть режим так называемый миостимулирующий режим что и обуславливает его широкое применение не только в купировании боли аппарат ладос портативен аппарат ладос может занять достойное место в любой домашней аптечке и когда люди спрашивают а что выбрать из этого арсенала с чего начать конечно это решает сам человек прослушав информацию ознакомившись с разные источники информации в том числе информация которую мы будем бесконечно выкладывать наше сообщество но все-таки аппарат ладос я бы такую вот нишу с вашего позволения такой домашняя аптечка то есть аппарат который можно взять с собой дорогу аппарат который маленькому и старенькому без возрастных ограничений аппарат который естественно как и вот большая часть дэнаса не привязан к внешним источникам питания хоть в машине хоть извините в саду в огороде вы можете его применять при лечении обострении различных заболеваний в том числе заболеваний внутренних органов дэнас остео так не видно текста на презентации сейчас секундочку текст текст я все все мне коллеги подсказывают текст на презентации так все я не обращаю извините не буду отвлекаться все видно да коллеги мне помогает итак аппарат дэнас остеом предназначены специально адаптирован для воздействия на шейный отдел позвоночника и действительно я тут так посмелила посмелила заявить что шея всему голова действительно самочувствие сон эмоции настроение шейный отдел позвоночника столба артериального давления шейный отдел страдания шейного отдела позвоночника который мы знаем по диагнозам или таким комплексом симптомом остеохондроз шейного отдела подразумевает целую серию неприятных симптомов такие как головные боли скачки давление нарушения сна эмоции настроения и в принципе шейно-воротниковая зона или шейный отдел позвоночника является своеобразной такой универсальной зоны улучшения общего самочувствия поэтому не удивительно что те четыре автоматические программы которые заложены в аппарате дэнас остео применяются довольно таки различных ситуациях кстати всего один аппарат но мы можем применять и при головной боли и при метеочувствительности и при нарушении сна и даже при зрительных нарушениях потому что действительно состояние шейного отдела позвоночника состояние правообращения головного мозга и органов головы которые находятся в области головы шеи зубочелюстная система и так далее и так далее поэтому дэнас остео если бы меня попросили определить нишу применения ну кроме очевидных показаний которые я перечислила которые человек познакомился и увидел и принял для себя решение я бы его наверное такой отчасти назвала бы офисным работником потому что понятно что дома в свободной обстановке но когда есть какая-то необходимость быстро оказать себе помощь связанная с проблемами шейного отдела болезнь болезненными ощущениями тугоподвизность шеи усталость а надо продолжать работать надо доделать эту презентацию доделать этот отчет и дообщаться конечно дэнас остео такой получается такой незаменимый помощник когда ваши руки свободны вы можете это в течение рабочего дня или какое-то там выполнение какой-то работы применять этот аппарат ну или конечно в любое удобное время в любом удобном месте 4 автоматизированной программы направлены на лечение боли в шейном отделе направлены на лечение метеочувствительности направлены на релаксацию то есть снятие мышечного напряжения в области шеи и плечевого пояса и направлены на действительно лечение тех же нарушений сна и лечение острой боли когда если возникло какие-то ощущения острые в шейном отделе дэнас остео дэнас вертебра ну один из любимых слоганов не знаю как вот у вас но мы точно его любим акцент на каждом позвонке дэнас вертебра предназначен для воздействия на все отделы позвоночника начиная от шейного и заканчивая крестцово-копчиковым дэнас остео может питаться как портативно от двух пальчиковых батареек также может питаться от внешнего источника ну по сути это тоже довольно таки портативный аппарат потому что я могу в любой момент взять перенести и не зависеть от внешних источников питания 5 автоматических программ дэнас вертебра позволяет применять его в лечении острой хронической боли в спине позволяет его применять в лечении заболеваний внутренних органов такие как нарушение пищеварения проявляющиеся нарушением стула проявляющимися заболеваниями поджелудочной железы проявляющиеся заболеваниям желчеводящей системы дэнас вертебра применяется при заболеваниях бронхолёгочной системы основная идея воздействия аппарата дэнас вертебра при заболевании внутренних органов это воздействие на тот сегмент позвоночника который ответственность за внутренний орган То есть если мы говорим о заболевании бронхолебочной системы, воздействие будет производиться на грудной отдел и так далее. В аппарате ДНС-вертебра есть очень интересная автоматическая программа, которая не только оказывает общий оздоровительный эффект, но и участвует в такой своеобразной диагностике вдоль позвоночника, которая сама диагностирует, сама находит те точки, которые отличаются от соседних по сопротивлению. Такая, знаете, как электропунктурная диагностика. Ее основы заложены в аппарате ДНС-вертебра. Называется программа Е. Ну и, конечно, одна из главных заслуг и то, что мы часто очень слышим от людей, которые делятся своим опытом о применении аппарата ДНС-вертебра, он, конечно, блестяще справляется со стрессом, терапия стресса, стрессового последствия, стресс, который проявляется теми же нарушениями артериального давления, болевыми синдромами. И первое, что люди очень многие говорят, это нормализация сна, нормализация настроения, эмоционального фона, который, конечно, оказывает благоприятный эффект и на самочувствие внутренних органов и систем. Аппарат ДНС-кардио. Ну, это наш специалист по сосудам. И кроме основного и очевидного и главного заявленного эффекта аппарат ДНС-кардио предназначен для коррекции артериального давления, я очень хочу обратить внимание. Я сейчас говорила, что буду тезисно говорить про аппараты, пока вот сильно не углубляться в методики, таков наш сегодняшний план. Так вот, аппарат ДНС-кардио однозначно ниша применения не только вот прям только гипертония, нет. Дело в том, что есть так называемые заболевания, которые ассоциированы с гипертонией, и где очень важен контроль артериального давления. Наверняка, ну, многие люди задают разные вопросы. Я бы хотела обратить внимание, что аппарат ДНС-кардио однозначно будет показан людям с сахарным диабетом. Знаете ли вы, что для терапии, успешной терапии и для профилактики осложнений сахарного диабета, сахарного диабета второго типа или сахарного диабета первого типа, инсулинозависимого или второго типа, инсулинозависимого, я сейчас говорю о разных типах сахарного диабета. Так вот, для успешной профилактики и уж тем более лечения осложнений, давление у людей с сахарным диабетом в идеале должно быть 120 на 80. Ну, это я говорю идеальный вариант, да, как у космонавта. Поэтому, когда нам задают вопрос, да, а вот поможет ли мне, вот у человека там атеросклероз, сахарный диабет, мы говорим на первом месте ДНС-кардио, это коррекция артериального давления. Это важно для диабетиков, это архиважно для людей с атеросклерозом, это очень важно для людей стресс-неустойчивых, которые, извините, реагируют, да, гипертоническими кризами на какие-то сложные ситуации, потому что ДНС-кардио – это действительно специалист по сосудам. И воздействие на точки, которые даны в инструкции к аппарату ДНС-кардио, и которые мы обязательно тщательно будем с вами разбирать, ну, на вебинаре, посвященном аппарату, воздействие на эти точки веками уже задокументировано. ДНС создал технологию воздействия, а сама точка, та же Нэйгуань, Вайгуань, Санинзяо, они описаны и применяются много-много времени, не мы их придумали. И эти точки до сих пор работают. Таблетки приходят и уходят, а точки, как были описаны много веков, так и остались. Только меняется технология воздействия на эти точки. Когда-то на них давили каменными иглами, сейчас мы можем воспользоваться современной электроникой для воздействия и для получения эффекта. По большому счету, не принципиально, чем мы надавили. Принципиально, что этот импульс должен быть корректен, что этот эффект должен быть доказан, что, собственно, и сделано. Вот я сейчас на примере ДНС Кардио могу сказать, что прежде чем аппараты ДНС вышли на рынок и дошли до конечного потребителя, и люди стали их покупать, одевать на свои руки или одевать на ноги, в зависимости от какой модификации мы говорим, аппараты были, все их эффекты доказаны именно на аппарате ДНС. Это я так, как доктор, о наболевшем в сторону скептиков говорю. Если мы говорим, что эффект аппарата ДНС Кардио доказан не только в экспериментах, но доказан клиническим исследованием плацебо-контролируемой, так оно и есть. И эти публикации все есть в доступе. Да, действительно, на этом слайде мы заявили о снижении затрат на лечение, ведь это не только стабилизация артериального давления. ДНС Кардио – это профилактика, и ДНС Кардио – это не медикаментозная коррекция артериального давления. Это тоже очень важно понимать. ДНС Комплекс – один из самых, наверное, оснащенных на сегодняшний день представителей аппаратов ДНС. Этот аппарат имеет возможность питания от внешнего источника, аппарат, хоть мы его называем стационарный, но я тоже хочу, чтобы вы понимали, не требуется специальных условий для проведения процедур. Я в разумном смысле. То есть мы можем и в домашних условиях, и не заземляться, и в условиях чистого, сухого, комфортного помещения проводить процедуры. Слово «стационарный» означает только одно, что именно в аппарате ДНС Комплекс у нас есть привязка к внешнему источнику питания. На самом деле это самый оснащенный по количеству лечебных программ, режимов. Аппарат с большим цветным дисплеем, с симпатичным таким интерфейсом. В аппарате уже заложена такая контекстная справка, что фактически она дублирует практическое руководство по ДНС-терапии, только может быть без каких-то эмоций. Просто все перечислены, все режимы, зачем они нужны, зачем нужны частоты. Человек может сам выбрать параметры воздействия, частоту, мощность, а может воспользоваться готовыми лечебными программами, которые в отдельном меню представлены. Получается такой аппарат, комбайн, к нему могут подключаться все выносные электроды, которые на сегодняшний день есть, вот ДНС-выносные электроды, и могут активно применяться, естественно, в самых областях медицины различных. Получается ДНС-комплекс – это такой мини-физ-кабинет. Итак, я тут уже наговорила и представила линейку именно аппаратов ДНС для динамической электронной растимуляции. Как же это работает? Я всегда честно признаюсь, что это, пожалуй, самый сложный вопрос для двух, трех, четырех минут. Всегда проще говорить два часа, и всегда есть запас времени. Когда надо в течение пяти минут дать какую-то короткую информацию, да, пожалуй, я не скрываю, это самое сложное, емкое и понятное. Постаралась на этом слайде изложить, как же это работает. Дело в том, что хотим мы этого или нет, верите вы в ДНС-терапию или не верите, но это существует. Наша кожа и внутренние органы имеют жесткую двустороннюю связь. На нашей коже, не в плане, извините, каких-то непонятных пятен, образований, хотя тоже это имеет, а даже вот в плане физики отображается наше самочувствие. Двусторонняя связь заключается в том, что спиной мозг привязан, привязан, каждый сегмент спинного мозга привязан к отдельному участку кожи. И каждый орган нашего тела привязан, верите вы в это или нет, к отдельному участку кожи. Если у ребенка, у маленького болит живот, он рукой показывает на определенный участок кожи, он не говорит желудок, ну это если только не наш с вами ребенок, который изучает медицину, он говорит, вот здесь болит, он показывает на кожный участок. Более того, это может быть не только прямая проекция, это связь, это могут быть совершенно отдаленные зоны. Например, вы наверняка слышали, что при приступе стенокардии, или грудной жабы, как ее называют в народе, приступ ишемической болезни сердца, или даже инфаркт миокарда, может болеть левая рука. Вы слышали об этом? Не сердце, левая рука. Или боль отдает под левую лопатку. То есть я говорю о том, что мы, и все, кто занимается физиотерапией, и все, кто изучает свое тело, а оно гораздо интереснее, чем это мы изначально думаем, даже на примере школы, даже на примере первых знаний, все понимают, что кожа это как, знаете, карта человеческого тела. Дело в том, что в ответ на стимуляцию, на воздействие пальцем, иглой, аппаратом ДЕНОС, вот здесь, пожалуйста, мы будем говорить о технологии ДЕНОС, на определенный участок кожи, мы по сути вызываем поток импульсов. Не ДЕНОС у нас проникает в кожу, я вас умоляю. И никакой электрический ток внутрь не проходит. Конструкция ДЕНОСа это не подразумевает. Мы вызываем стимуляции аппаратов ДЕНОС поток нервных импульсов, которые, это нормально, по анатомическому пути доходят до спинного мозга и блокируют проведение боли, как вариант. Или которые потоком доходят до спинного мозга, там, где это должно быть, и вызывают улучшение кровотока, расширение сосудов, изменение проницаемости сосудов. Это тоже очень важно. Мы говорим о физиологическом воздействии. На принципе и на знаниях связь кожи и внутренние органы построена вся физиотерапия, построена вся рефлексотерапия. И это много веков известно и применяется. Например, знаете ли вы, что сегменты шейного отдела позвоночника, у нас есть 7 шейных позвонков, с 1 по 7, они отвечают за нос, за горло, за обоняние. И если есть у человека проблемы с носовым дыханием, как пример, я сейчас отвечаю за кровоснабжение головного мозга, я уже говорила, да, вот эти сегменты шейного отдела позвоночника. Если есть проблемы, там, головная боль, метеочувствительность, то наше воздействие будет направлено на шейный отдел. Мы рефлекторно улучшаем кровообращение, мы получаем эффект. Это не механизм таблетки, это физиологичный механизм. Мы говорим, организм действительно включается в эту реакцию. И когда меня спрашивают, можно ли навредить аппаратам ДЕНОС, я говорю, понимаете, это надо умудриться. Можно, наверное, ударить аппаратом ДЕНОС. Можно не совершенно безграмотно подойти, ну, например, у человека такая боль, что, извините, его надо вести в хирургию, да, и исключать острый аппендицит. То есть неправильно позиционировать можно аппарат. Мы будем об этом говорить, это очень важный вопрос. Понимаете, навредить, можно ничего не делать, да, мы навредим бездействием. Можно не обращаться за помощью к специалисту при тяжелых каких-то симптомах. Но ДЕНОС мы не можем, мы не можем не получить эффекта, в силу того, что ДЕНОС сейчас не показан. Давайте вот это обсуждать. Но я не представляю способа навредить аппаратам. Я думаю, что надо обсуждать вопросы правильного позиционирования аппарата. Вот этим мы и займемся. Итак, благодаря вот этой физиологичности воздействия, благодаря что мы можем влиять на разные функции, на кровоток, на лечение боли, на жизнедеятельность внутренних органов, конечно, мы получаем целую череду эффектов. И те эффекты, которые заявлены на этом слайде, они имеют под собой доказательную базу. Я, конечно, не буду сейчас с вас графиками, таблицами, какими-то процентами, сейчас не об этом речь, может быть, это будет какой-то отдельный вебинар, научное обоснование, там, ДЕНС-терапия и так далее. Я хочу обратить внимание, что если мы заявляем обезболивающий эффект, он был изучен, он был доказан разными группами пациентов. На сегодняшний день более 30 диссертационных вопросов, работ, извините, только в области ДЕНС-терапии. Ну, в области разных областях, но именно с применением аппаратов ДЕНС защищено. Итак, лечение боли. Когда нас спрашивают, лечит или только снимает боль, мы говорим лечит. Лечение боли, это комплексное лечение, или это только терапия аппаратами ДЕНС, мы это готовы все это обсуждать. Но это обезболивающий эффект на любом этапе. Прежде всего, конечно, я буду говорить о лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, заболеваний суставов, заболеваний позвоночника, травмы и последствия. Альтернатива медикаментозному обезболиванию, если мы говорим про опорно-двигательный аппарат. Я не касаюсь неустановленных диагнозов. Я говорю артроз, остеохондроз. И действительно ДЕНС терапия позволяет минимизировать медикаментозную нагрузку. Это вам скажет любой человек, уже применяющий, практикующий для своего сустава, для коленки или применяющий молодой человек при травмированной какой-то ситуации. Это то, что очевидно и то, что умеет ДЕНС лучше всего. Сосудистый эффект. К нему относятся и коррекция артериального давления, и даже есть специальный аппарат для этого ДЕНС кардио. К сосудистому эффекту относятся улучшение кровообращения. Это касается лечения головной боли, это касается лечения многих хронических заболеваний. Что я подразумеваю под тезисом регуляции работы нервной системы? Сон, эмоции, настроение. Сон, эмоции, настроение. Восстановление работоспособности. В нашем организме есть специально обученные зоны, например, шейно-воротниковая. Я уже ее упоминала. Воздействие с помощью аппаратов ДЕНС на шейно-воротниковую зону улучшает качество сна, стабилизирует артериальное давление, снимает головные боли и так далее. То есть вот такие регуляторные эффекты. Причем это все лечебные эффекты. Подиовоспалительный эффект. Аппараты ДЕНС применяются при различных простудных заболеваниях, являются составной частью комплекса лечения, если это тяжелые воспалительные заболевания. Либо если мы сталкиваемся с бытовыми ОРЗ и ОРВИ, они нас более чем устраивают. Для всей семьи все многочисленные простудные болезни, так или иначе, к сожалению, мы с ними сталкиваемся. Если мы хотим иметь под рукой средства быстрого восстановления, чтобы не разболеться на неделю, на две, конечно, это к аппаратам ДЕНС. Ну, например, если те же это противовоспалительные, противопростудные методики, мы будем, возможно, рекомендовать аппарат ЛАДОС. Это я так пока сходу говорю. Антистрессовый эффект, по сути, я о нем уже заявила. Сон, эмоции, настроение – это очень важно. И многие люди первое, что нам скажут, что, вы знаете, не то, что он вылечил за неделю все свои хронические заболевания, не надо идеализировать, давайте будем как-то адекватно к этому относиться. Но первое, что скажет человек, вы знаете, у меня ребенок стал спать. Мой малыш, который был проблемный, который просыпался, не знаю, всего боялся, сделала методику шестерчек, а он стал спать у меня. Вот ради этого стоит изучать свое тело и изучать особенности воздействия аппарата в ДЕНОС. Регуляция пищеварения. Ну, это мой конек, гастроэнтерология – одна из моих специализаций. И мы, естественно, будем посвящать отдельные вебинары этой теме. Я говорю о нарушениях функциональных, нарушениях стула, дискинезии желчеводящих путей, гастриты, какие-то рецидивирующие панкреатиты. Я не беру сейчас острые хирургические заболевания, извините, не установленные диагнозы. Я имею в виду хронические заболевания, которые, знаете, показания действительно к санкур-лечению имеют, прямые, которые диагнозы установлены. Язвенная болезнь, то есть все, не буду сразу перечислять, но это комплексное лечение. Почему люблю в гастроэнтерологии аппараты ДЕНОС? Потому что очень много стрессоассоциированных заболеваний. В принципе, это касается любой, эти кардиологи скажут, да, и закивают голову. Я, как гастроэнтеролог, скажу, да, стрессоассоциирован. Да, когда человек понервничал, кишечник заболел. Многие мои пациенты приходят и говорят, я четко связываюсь со стрессом. И вот таких людей таблетками лечить просто вот, ну не то, что не хочется. Думаешь, да что ж им такое бы вот дать, если у него нет аппарата ДЕНОС, чтобы вот снять его стрессоассоциироваться, вот эту проблему и улучшить самочувствие его кишечника или его пищеварительной системы. Конечно, все те заболевания или состояния, которые ассоциированы со стрессом, это однозначно показания к применению аппаратов ДЕНОС терапии, не медикаментозному, конечно, воздействию. Рано заживляющий эффект, чтобы тоже вы понимали, очень четко местные эффекты, кто когда-либо видел, как заживает рана, какие мягкие рубцы, незаметные, если мы применяем в ранний период травмированные мягких тканей, как быстро рассасываются гематомы, синяки и так далее, какой противоотечный эффект, обезболивающий эффект. Это очень актуально у детей, ну, я имею в виду, если мы говорим о бытовом применении, сейчас лето, череда тоже каких-то мелких травм, и, если честно, очень вручает от укуса осы до какой-то вот прям серьезно травмированной ноги или руки. Итак, это основные эффекты денсотерапии. Я сейчас не обсуждаю методики по понятным причинам, мы двигаемся тезисно и говорим о введении в метод, но, конечно, хочу сказать, предвкушая следующее наше общение, что эффективность, целесообразность, ожидаемый прогнозируемый эффект применения аппаратов ДЕНОС, ДЕНОС, он, конечно, определяется взаимодействием целого ряда условий, начиная с желания освоить, взять, включить для начала аппараты и начать что-то делать, но, прежде всего, конечно, это определяется место воздействия, параметры воздействия и продолжительность, кратность процедур. По большому счету, те аппараты, которые мы сейчас представляем вам, ДЕНОС кардио, ЛАДОС, ОСТИО, ДЕНОС вертебра, уже для большинства из них адаптированы методики, конечно, много индивидуальных и частных каких-то методик, но, например, ДЕНОС кардио, уже готовые точки, остается только начать этот курс лечения, прокомментировать какие-то ваши вопросы, и, в принципе, уже и место воздействия есть, и параметры в аппарате заложены, нам надо только определиться с курсом лечения. Кстати, один из вопросов, который я увидела до начала нашего с вами общения, он касался аппарата ДЕНОС кардио, и вы писали, что я ставлю 10 раз, допустим, 10 раз подряд, если я правильно поняла, если нет, поправьте меня. Давайте так, что касается продолжительности и кратности процедур, конечно, все индивидуально. Наверное, все заболевания для… Хорошо, заболевания или недомогания, то есть не обязательно можем говорить о профилактике, заболевания, недомогания, отдельные симптомы или группа симптомов. Мы можем условно очень разделить на то, что лечится быстро здесь и сейчас, и то, что мы не можем получить здесь и сейчас 100% эффект. Например, если это травма, вот здесь и сейчас упало что-то на ногу, ДЕНОС тут как тут. Это для него, это задача по зубам, мы обезболиваем аппаратом, мы смотрим там масштабы травмы, решаем делать снимок или нет, но аппарат с первых минут. И тогда продолжительность процедуры, при травме я привожу пример, она может составлять и 20, и 30, и 40, и 60 минут, и 4 часа. Это называется по требованию. А есть заболевания и состояния, которые не лечатся за один день. К ним, например, относится гипертоническая болезнь. От того, что мы 20 раз, извините, я утрирую, ну вот, я надеюсь, вы меня поймете, от того, что мы 20 раз оденем ДЕНОС кардио на одну и ту же точку, в течение одного-двух дней. Мы не вылечим за один-два дня гипертонию. И мы даже еще не говорим о стабилизации и каком-то хорошем стойком эффекте и так далее. Мы не нарушим, мы не худшим, но мы должны понимать, ну не лечится гипертония за два дня. И здесь необходимо курсовое применение. Поэтому продолжительность и кратность процедур определяется самим состоянием. Если это хроническое заболевание, мы говорим о курсовом применении. Наверняка вы все бывали в санаториях. И, конечно, есть понятие накопительный эффект. И если эта проблема, извините, началась неизвестно, когда либо мы говорим об обострении, либо затянувшейся, конечно, это курс. А если шкаф сейчас на ногу упал, пожалуйста, это здесь и сейчас, может быть, хватит всего несколько часов, чтобы справиться с этой болью. Поэтому продолжительность и кратность определяются задачами. Поэтому мы и общаемся с вами. И действительно, это будет, это и называется индивидуализация, это называется персонализированная физиотерапия. Когда мы не привязаны к физкабинету, мы можем провести процедуру в удобном месте, в удобное время. Диоденс Космо. Видите, я немножко так, денс терапия, блок взяла. И сейчас мы говорим о диоденс Космо, который, по сути, относится к микротоковой терапии. Дорогие друзья, это именно та самая микротоковая терапия. Это именно та салонная процедура, которая, ну, может, не везде, в косметологических салонах, но есть. Я даже не стесняясь говорю, можете даже почитать и поизучать, что такое микротоковая терапия. Только в данном случае, она представлена в портативном, не в зависимости от внешних источников питания, варианте. Это очень удобно. Это та самая микротоковая терапия, которая дает эффект лимфодренажа. Это та самая микротоковая терапия, с помощью которой мы можем проводить форез, биологически активных веществ, более глубокие слои кожи в дерму. А ведь мы работаем с вами, компанией красоты и здоровья, мы понимаем, как очень важно нам достучаться до глубоких слоев кожи. И специально создаются для этого специальные кремы, специальные гели, чтобы преодолеть вот этот дермальный барьер, эпидермальный барьер. Поэтому, конечно, микротоковая терапия это полноценный участник всех косметологических мероприятий. Курсовое лечение, это разовое. Мы будем все это с вами обсуждать, когда отдельно посвятим вебинар Диаденс Космо. Уже я обратила внимание на очень живой отклик в социальных сетях на применение этого аппарата, микротоковой терапии. Он действительно влияет и на микроциркуляцию, он действительно благодаря вот этому глубокому воздействию на глубокие слои кожи улучшает микроциркуляцию, является отличным способом профилактики и даже лечения фотостарения. Именно фотостарение, проблемы открытых участков тела первое бросается в глаза, если мы говорим о категории 30 и далее, и плюс, и прочее. Но, конечно, чем интересен Диаденс Космо при различных типах кожи может применяться. Здесь для него без разницы. Сухая, влажная. Мы с вами будем менять маски, менять уходовые средства, подбирать уходовые средства или подбирать маски. А Диаденс Космо для всех типов кожи. Тоже я обратила внимание на живой отклик в сообществе, на применение Денос одежды лечебной многослойной, это Денос Олм или одеяло. И действительно все четко, совершенно обратите внимание на отзывы. Возможно, сейчас их, я надеюсь, что отзывов гораздо больше сейчас появятся. Это сон, эмоции, настроение. Покажите мне человека, который бы отказался от влияния не медикаментозного метода, абсолютно процедура для ленивых, извините за выражение, достаточно только укутаться, расслабиться, и действительно можно совместить с приятным времяпрепровождением и в конце концов спать, закутавшись в это одеяло. Дело в том, что по своей сути Денос Олм – это экран от внешних электромагнитных излучений. Такова конструкция. Исторически тоже там очень интересно, пока не буду останавливаться, просто в силу временных аспектов, но Денос Олм – это экран. И оказываясь вот в этом коконе, оказываясь защищенными от внешних электромагнитных излучений, мы получаем клинически выраженный релакс-эффект. Это не нами было придумано, это тоже довольно-таки известная технология, она в разных формах появлялась, появлялась еще с середины прошлого века, и первые подобные вещи использовали психоневрологи у своих пациентов с неврозами в пограничном состоянии, как раз когда мы говорим о нарушении сна, о усталости, о последствиях стресса или лечении стресса. Ну и также очень активно Денос Олм доказан, эффекты используются в реабилитации, например, у часто болеющих детишек, ну и конечно если это часто болеющие взрослые, этому есть посвящены методические рекомендации, которые как раз-таки вкладываются в Денос Олм, есть специальные книжечки, которые посвящены описанию возможности применения, в том числе у детей. Поэтому все, кто, ну так скажем, зависим от стрессогенных факторов, всем жителям мегаполисов, я бы очень рекомендовала эту продукцию и считаю, я уже начинала говорить, может быть я не очень последовательно оказалась, но простите великодушно, если говорить об одной из ниш применения, их много для Денос Олм, может применяться у беременных женщин и послеродовый период, как раз когда та ситуация, когда нам надо добиться антистрессового эффекта и реабилитировать мамочку. То есть видите, нет противопоказаний ни для Деноса, ни для Денос Олм, беременность не является ни в коем случае противопоказанием. Я не перечисляю сейчас все заболевания, это нереально. Важно понимать, что Денос это не таблетка, эта таблетка имеет перечень диагнозов, и я их оставляю в покое, я не пытаюсь ничего критиковать здесь. Когда мы говорим о физиотерапии, когда мы говорим о немедикаментозном воздействии, мы говорим о разных областях применения, это боль, она боль может быть в коленном суставе, а значит это и ревматология, и травматология, и ортопедия, это разные области. Если это воспалительные заболевания, значит это может быть и пульмонология, и лорзаболевания. Понимаете, у аппарата Денос так называемый не специфический, тот же, например, противовоспалительный эффект. Раз есть противовоспалительный, противоотечный эффект, мы можем применять в стоматологии, согласитесь, да? Я не говорю, что Денос лечит зуб, но Денос снимает боль, снимает отек, снимает воспаление. Поэтому на этом слайде вы увидите целую череду областей применения, и мы постараемся, проводя мероприятия, затрагивать разные области применения. И те, кто применяет аппараты Денос много лет, знают, что это действительно как домашняя аптечка. Итак, существуют противопоказания и ограничения. Их немного, я хочу сказать, мы обязательно обсудим, может быть, в свое время подробности по противопоказаниям и ограничениям. Они должны быть, и это нормально, потому что мы говорим о медицинской технике, особенно когда, обратите внимание, неясные причины, какие-то заболевания. Совершенно логично, когда человек звонит и спрашивает, что у меня вот что-то, я вот не знаю, у меня доктора тоже не знают, что у меня, как применять Денос. Вот это всегда такие вопросы сложные. Но когда мы говорим о конкретных ситуациях, а мы о них будем говорить, тогда, конечно, противопоказания у нас только кардиостимулятор, непереносимость тока. Все остальное, по большому счету, является относительным. Денос ультра, отдельно тоже, как вы обратите внимание, в этой презентации я вынесла, потому что это не Денос терапия, это прибор, это не аппарат для лечения, это прибор, портативный, ультрафиолетовый дезинфектор, который позволяет и в быту, ну, конечно, в быту, понятно, что не в профессиональных условиях, контролировать, и, конечно же, уменьшать количество вредоносных микроорганизмов, обеззараживать любые поверхности. Денос ультра не для живых тканей, то есть не для кожи, не для собачек, не для кошечек, не для каких живых организмов. Денос ультра для поверхностей, то есть это такой, один из вариантов дезинфекции. Для посуды, для детских пустышек, прорезывателей, которые малыши постоянно тащат в рот, особенно если это в дороге, особенно если это в путешествии, когда, конечно, у нас есть очень маленький, весящий, ну, сейчас не помню, меньше 100 грамм, 60-70, по-моему, он весит, найдет всегда свое место где-то вот в портативном варианте, где-то в сумочке или в домашней аптечке, особенно если маленькие дети дома, это удобно в путешествиях. Можно для людей, люди разные, и особенно, действительно, если вы оказываетесь в сложных каких условиях, и крышки унитаза, и раковин, и зубные щетки, съемные зубные протезы, мы все с вами очень разные, разные ситуации бывают. Одна из самых грязных частей на нашем рабочем столе это клавиатура и мышка, хоть мы там и протираем, и так далее. Поэтому, Денос Ультра, это портативный помощник, ультрафиолетовый дезинфектор. В течение 30-60 секунд мы можем продезинфицировать ту же клавиатуру. И действительно, ограничить воздействие микроорганизмов, вредных микроорганизмов на наше тело. Особенно, еще раз говорю, когда мы говорим о детях, или мы говорим, когда о людях, которые очень чувствительны к каким-то воспалительным заболеваниям. Но это для поверхностей, для любых поверхностей абсолютно. Здесь я, может, не все перечислила, возможно, у вас есть какие-то опыты. Инструменты. Если инструменты, подразумевается, контакт с тканью, допустим, инструменты маникюрные, которые подразумевают контакт, Елена, это как дополнительно. Все-таки, все, что может быть связано с кровью, дезинфекция, очень жесткие требования. Сейчас век, извините, заболеваний, передающиеся через кровь, это очень актуально. Поэтому Денос Ультра, помощник. Если мы говорим про инструменты, связанные с обработкой, про хирургический или маникюрный инструмент, это только если в комплексе. Денос Ультра может применяться, и он это делает, для дезинфекции рабочих поверхностей аппаратов Денос, например, Денос Вертебра или других рабочих аппаратов. Денос, когда мы не единственный человек, когда где-то у нас есть демонстрационные аппараты, кроме того, что мы протерли перекисью 3-процентной, мы можем в течение 30 секунд обработать рабочую поверхность аппарата Денос, Денос Ультра. Особенно, еще говорю, есть какие-то оздоровительные центры, места, где аппараты используются на потоке. Вот это очень актуально тоже для Денос Ультра. Демодекоз, я, Ольга, думаю, нет, здесь Демодекоз все-таки это клещ, который живет под кожей и на поверхности этих, я таких исследований сейчас не припомню, мы говорим про все эшерихи, про УПФ, условно-патогенную и патогенную флору прежде всего. Итак, каковы преимущества аппаратов Денос, и я приступлю к обсуждению вопросов. Без возрастных ограничений, это очень важное преимущество, от 0 до 180 лет, вот какой любой диапазон жизни мы представляем, то есть есть показания, есть противопоказания, есть возможности, есть в конце концов невозможности, когда Денос не на первом месте, извините, но возрастных ограничений нет. Само воздействие, это ни в коем случае не нагрузка на организм, вот под понятием физиологичность, безопасность, мы понимаем отсутствие нагрузки, ни о каком проникающем воздействии нет, это поверхностное воздействие, по сути мы воздействуем на самочувствие внутренних органов, на их функцию, на состояние болит, не болит, а посредованно через рецепторы в коже, нет проникающего воздействия, нет никакого поля, которое бы проникло в наш организм. И если уж и говорить о нагрузке на наш организм, находясь сейчас в окружении компьютеров, офисной техники, микроволновок, не знаю там, линии высоковольтной передачи, вот это нагрузка электромагнитная на наш организм, которую мы снимаем одеялом Деносом, но не Денос. Под понятием физиологичность мы подразумеваем параметры тока, частота, сила тока, его форма, которая максимально приближена к нервному импульсу человека. Это не то же самое, это получено путем электронным специально, но это максимальные характеристики приближены к нервному импульсу человека. Доказана эффективность. Я доктор, я не могу не сделать на этом акцент. То есть я могу долго уговаривать, рассказывать, говорить и вам поможет, и вам поможет, но я доктор, я знаю, что эта эффективность доказана. Есть совершенно четко проведенные исследования и аппарат входит в учебники по современной физиотерапии. Это высшая доказательство того, что и факт внедрения этой медицинской техники. Минимум противопоказаний. Противопоказаний действительно минимум. Если мы попытаемся сравнить с другой техникой, отсутствие проникающего воздействия, например, дает возможность нам применять аппараты ДЕНОС у людей с имплантированными суставами, протезированными, наверное, так правильнее сказать, у людей с оперированным позвоночником и так далее. То есть вот это все минимум противопоказаний. Очень важное преимущество обращайте внимание людей, которыми вы рассказываете, общаетесь. Отсутствие привыкания. В отличие от многих других видов физиотерапии, особенно стационарной физиотерапии, ДЕНОС может применяться в восстановительный период той же травмы или лечения какого-то тяжелого заболевания или последствия заболевания суставов, или та же гипертония. Может применяться и неделю, и две. У нас нет такого, что вот только неделя, а потом можно через полгода. Ничего подобного. Мы можем применять аппараты по требованию. Нет привыкания таковой особенности импульса аппарата ДЕНОС, которому не развивается привыкание нервных элементов, рецепт. Ну и, конечно, говорить об аллергии здесь не приходится. Ее просто сложно представить. Аллергии на ДЕНОС не бывает. Бывает аллергия на продукты, на какие-то внешние факторы агрессивные, на внутренние неуточненные факторы при проблемах пищеварительной системы, какие-то дисбиозы. На что на ДЕНОС нет аллергии, это действительно без аллергии воздействия. Ну и большинство аппаратов, даже те, которые привязаны к внешнему источнику питания, ДЕНОС комплекс, я вам называла, не требуются специальных условий для проведения процедуры. Кстати, еще один бонус в сторону безопасности и отсутствия каких-то ограничений по проведению процедуры. Обратите, те люди, которые боятся пользоваться электростимулятором. Вот они считают, что как-то там каким-то образом вот у него у бабушки была там болезнь, ему тоже нельзя электростимуляцию, потому что кто-то там когда-то чем-то болел из родственников онкологии. Так вот, обратите внимание, элемент питания аппаратов ДЕНОС пальчиковые батарейки. Пальчиковые батарейки. То есть нам надо минимум фактически напряжения, чтобы получить вот этот лечебный импульс. Бояться аппаратов ДЕНОС это все равно, что бояться двух пальчиковых батарейок. Ну и то, что я говорила про преимущества и доверие, которое уже с годами заработали аппараты ДЕНОС и заработало производство аппаратов ДЕНОС, это доказанная эффективность. Я уже говорила и подтверждаю этим слайдом, что динамическая электронная стимуляция, которая обеспечивается аппаратами ДЕНОС, иногда ее называют биорегулируемой электростимуляцией, но суть одна и та же ДЕНОС, они ДЕНОС, они только у нас с вами в наличии, входят в учебники по современной физиотерапии. Хотим мы ли этого, скептически мы к этому относимся, не скептически, факт внедрения в медицинские направления, в реабилитацию, применение в спортивной медицине, применение в ортопедии, травматологии и так далее, в педиатрии, в логопедии, он уже давно состоялся. И уже наша с вами задача, конечно, максимально донести эту информацию и максимально помочь разобраться в мире ДЕНОС, людям, всех, кого это интересует. Вот такие преимущества и все эти картиночки, которые на слайде есть, это все книжки, где есть, конечно же, упоминания про аппараты ДЕНОС. Я захожу в вопросы, какие-то я отдаю себе отчет, может быть, не сразу, не сходу. Я думаю, что на вопрос по одеялу я отвечу Марине оптом. Да, можно использовать и одеяло ДЕНОСОЛМ и ДЕНОСКАРДИО одновременно, но я ответила на ваш вопрос, когда многократная установка аппарата ДЕНОСКАРДИО, я не совсем понимаю, с какой целью. Если мы хотим получить стабилизацию артериального давления, ДЕНОСКАРДИО достаточно пользоваться один-два раза в день. Сразу же хочу обратить ваше внимание, что я ориентируюсь только на медицинские вопросы. Все, что касается наличия отсутствия аппаратов, технической исправности или неисправности аппаратов и каких-то выносных конструкций электродов, я эти вопросы очень прошу вас задать в обратную связь. Никаких проблем с обратной связью нет, вы обязательно получите свой ответ. это по поводу когда что-то появится и куда делись. Аппарат ДЕНОСПКМ проходит сейчас сертификацию, мы тоже все с нетерпением его ждем. Ответить как максимально результативно использовать аппарат при бесплодии в двух словах пока не скажу, но скажу, что есть в практическом руководстве по ДЕНС-терапии, когда вы задаете сейчас такой давайте так объемный вопрос, да, посвященный женскому бесплодию, в практическом руководстве по ДЕНС-терапии есть специальный раздел, посвященный лечению с помощью аппаратов ДЕНОС-бесплодию. В этом разделе указаны зоны биологически активные точки, куда устанавливаются аппараты. В данном случае, если нам нет других модификаций, можно проводить это воздействие с помощью аппарата ДЕНОС-ЛАДОС-ДАРИ. Поэтому, когда вопрос объемный, ну, в силу формата сегодняшнего, да, я с вашего позволения буду иногда вот делать ссылки на доступную нам и вам литературу. И очень рекомендую, особенно в освоении, особенно, когда речь идет о лечении такого важного и хронического недомогания и состояния как бесплодия, обращаться все-таки и осваивать методику с помощью нашего учебника. Хотя, конечно, в перспективе мы будем обязательно брать это темами вебинаров и все это обсуждать. По переходнику отверстия. Так. Можно ли использовать продукты ДЕНОС-бесплодию после операции по удалению менингиомы головного мозга одеяло-маска для лица? Мне не хватает информации, когда речь идет о новообразовании головного мозга. Пока могу сказать по послеоперативное лечение после менингиомы аппараты ДЕНОС-бесплодия можно использовать на периферии та же точка ХГУ, с которой вообще был второй или какой-то третий слайд у меня был указан и можно использовать и тот же ДЕНОС-кардио. Цель применения аппарата после лечения, после неврологических каких-то операций это профилактика и лечение головной боли это можно и стабилизация артериального давления если есть в этом проблема это можно делать с периферических зонах и точек Да, можно одеяло Да, можно ДЕНОС-кардио. Для меня это очень сейчас важно потому что я нервничаю я в стрессе немножко нахожусь и будем дальше общаться ДЕНОС-пкм Татьяна сказала проходит сертификацию это документальный вопрос никаких проблем с аппаратом нет если у кого-то есть аппараты ДЕНОС-пкм вы все радостно продолжаете их применять и пожалуйста мы все будем комментировать обсуждать но вот сейчас именно вопрос оформления необходимых документов поменялись в нашем государстве требования к некоторым документам к медицинской технике поэтому это больше такой вот документальный вопрос если честно вот поэтому ПКМ-ки все ждем с нетерпением можно ли применять ДЕНОС-остео и ДЕНОС-вертебра при узловом зобе давайте так я отвечу да я уже видел этот вопрос и в общем чате что касается заболеваний щитовидной железы отвечу в общем если на сегодняшний день не требуется оперативное лечение по поводу заболеваний щитовидной железы если речь идет об узловом зобе который наблюдается эндокринологом то есть обследовано сданы там гормоны щитовидной железы сделано УЗИ и эндокринолог говорит придите ко мне через полгода не на прямую проекцию щитовидной железы а на зону сегмента правильно вы сформулировали да вопрос например на шейно-воротниковую зону с целью коррекции артериального давления лечения головной боли мы можем применять при хроническом заболевании щитовидной железы даже если это речь об узловом зобе но если Ольга это узловой зоб и когда говорят нам надо сделать пункцию нам надо дообследовать мы не уточнили диагноз надо сначала уточнить понять что только наблюдение не требуется никакого оперативного лечения тогда мы говорим да аппарат может применяться не в прямой проекции на шейный отдел позвоночника с целью например лечения шейного остеохондроза то есть задача я не говорю что буду позиционировать для лечения узлов щитовидной железе но на зону сегмента щитовидной железы а именно шейный отдел позвоночника мы можем применять аппараты но человек с заболеванием щитовидной железы должен наблюдаться эндокринологом я доктор я об этом обязана сказать как правило эти люди наблюдаются к вертебру специально или подойдет тканевый или одноразовый Наталья смотрите что касается вертебры если аппарат вертебра в частном применении то нет вот такой явной производственной необходимости простынки конечно вот эта простынь мы прежде всего ориентировались оснащая когда на потоке процедуры когда вот физкабинет а догадываетесь и в санаториях и в профилакториях и в оздоровительных центрах и много где аппарат дэнас вертебра применяется я позволю себе у меня мало было примеров потому что очень хочется видите у меня переполняют информацию и донести до вас но однажды я оказалась в санатории геленджике и на самом деле мы привезли и презентовали там аппарат дэнас комплекс и так скажем поставляли туда и я обучала физиотерапевтов работе аппарата дэнас комплекс а подходит начмед смотрит продукцию нашу смотрит каталог и говорит так это же дэнас вертебра представляете бренд дэнас узнаваем то есть какая говорит хорошая вещь мы давно хотели его купить в наш санаторий вот я к чему говорю что конечно если аппарат дэнас вертебра используется на потоке да может подойти тканевая одноразовая и просто это для вот удобства для какого-то гигиеничности и так далее хотя сам вот этот биргофлекс те электроды 48 штук на которых ну что является основой дэнас вертебра они могут совершенно спокойно обрабатываться перекисью полуспиртовыми салфетками и так далее простынка вот эти одноразовые они для удобства особенно для потоковых процедур никак не могу подружиться с ладос цифры 0 потом когда держишь так стоп ускакивает цифры 0 начинается отсчет вообще скорее всего это время давайте так цифры 0 когда нет контакта с кожей как только контакт с кожей вы для начала установите мощность и обязательно подружитесь с ладосом поставьте хотя бы несколько единиц ладос там всего несколько кнопок поставьте такую мощность чтобы чувствовать у себя для начала на руке а потом вы действительно видите время на экране поэтому здесь вопрос контакта а 0 будет когда прерывается контакт с кожей и это нормально дэнас остео не включается конечно заменить батарейки кстати одна из самых частых причин почему не включается аппарат поверьте по опыту надо поменять элементы питания это очень приносят на пункт выдачи аппараты тут мои коллеги тоже кивают головой фактически мы меняем в них ну или не мы там кто находятся сотрудники специалистов меняют элементы питания конечно первое что вы должны сделать поменяйте потому что всяко бывает и на самом деле очень надолго хватает элементов питания и в остео и в кардио кардио настолько долго хватает что люди вообще забывают что там надо поменять батарейки поэтому первое что вы должны сделать вы должны заменить батарейки всегда советую какие-нибудь не жалеть хорошие элементы питания чтобы надолго хватило правильно ли я понимаю что кардио надо использовать каждый день можно кардио и нужно использовать каждый день когда мы говорим о курсовом лечении о коррекции артериального давления о заболевании таком как гипертоническая болезнь о таком заболевании как сахарный диабет о таком заболевании как вегетососудистая дистония или хронические головные боли кардио может использоваться как разово но чтобы получить стабильный эффект мы не то что можем мы говорим о ежедневном применении например 14 дней курс лечения дело в том что кардио абсолютно самодостаточный аппарат он уже молодец такой он время определяет сам воздействие среднее время процедуры аппаратом кардио от примерно 6 минут до 10 минут в зависимости одну или две программы одну или две точки вы будете брать воздействие поэтому непродолжительно аппарат сам кардио дозирует время воздействия аппарат остео тоже сам дозирует время воздействия в течение дня иногда процедуру можно повторить например утром и вечером я да сказала что что касается технически вот именно сломался и так далее сначала возникает вопрос что там именно сломалось поэтому я очень прошу вас в обратную связь потому что сейчас может там батарейки действительно надо поменять и в чем выражается поломка тоже очень это лучше в обратную связь запись будет галина я да виновата надо было мне в самом начале сказать запись вебинара будет и по ссылке я сейчас сброшу вот в конце сейчас закончу отвечать на ваши вопросы и я сброшу ссылки еще раз которые есть в сообществе и по ссылке вы обязательно увидите запись вебинара сейчас я это сделаю дэнас косма как купить отдельно маску да ну вообще подразумевается возможность конечно приобретения отдельной маски но как именно купить я думаю что это тоже вопрос вопрос в обратную связь то есть я думаю что не должно здесь проблем чтобы вам ответить на этот вопрос как как именно там купить ее заказать и когда заказать запись вебинара я ответил и сейчас я обязательно сброшу еще раз ссылки на этот вебинар и все будет вам доступно в любое время в удобное место павел здравствуйте опыт применения при паховой грыже давайте так паховая грыжа это хирургическое заболевание паховая грыжа иногда становится острым хирургическим заболеванием и тогда требует неотложного оперативного лечения если мы говорим про паховую грыжу которая по какой-то причине не оперируется разные бывают когда хирурги говорят нет не будем оперировать очень важно понимать что при любой грыже паховые грыжи пахово-мошоночные грыжи грыжи пупочные если по какой-то причине не проводится простое довольно таки павел оперативное лечение и поверхностное тогда надо следить за своим стулом не допускать запоров категорически кишечник как часы должен работать не допускать кашля вовремя пролечь даже на пять минут не кашлять дабы не повышалось внутрибрышное давление потому что при запорах и при кашле может повышаться внутрибрышное давление и спровоцировать боль связанную вот с этой грыжей вплоть до там вызвать а физическая нагрузка если это например водитель там не знаю какого-то большого ну назовите мне там большого какого-то транспортного средства поднял это колесо весом 20 килограмм она у него павел ученица в любой момент это паховая грыжа поэтому вот что тут хотим что вы именно хотите узнать если методика паховой грыжи это хирургическое заболевание если по какой-то причине не оперируется да мы можем проводить воздействие передней брюшной стенки но это зависит от анатомического дефекта грыжа это анатомический дефект это дырка в апоневрозе это дырка в соединенной ткани и в мышцах через которую может выйти извините кишечник поэтому здесь вопрос конечно он такой индивидуален частота если какой-то появился болевой или проблемы со стулом 77 10 и воздействовать прямой или проекции рядом это зависит от масштабов боли храп отчасти храп лечится аппаратами но если храпит человек с весом 130 килограмм и с центральным ожирением я скажу давайте сначала мы подберем диету этому человеку не без средств представленных в многочисленном варианте вот обратите внимание действительно очень часто храп является сопутствующим центральному ожирению это очень важно понимать местно да однозначно антонина мы можем рекомендовать проекции головы голосовых связок применять аппараты но если вес и дальше будет увеличиваться будет очень сложно справляться все ли аппараты даже одеяло можно применять диабетиком все дело в том что диабет по определению не является противопоказанием если у диабетика есть кардиостимулятор тогда нет помните там слайд и вы можете к нему вернуться кардиостимулятор если у диабетика нет кардиостимулятора может применять и какое-то там острого хирургического заболевания требующего сейчас вмешательства по всем своим проблемам ноги руки нарушение кровотока в ногах зрительные нарушения про диабетиков заболевания сердца сосудов и так далее давление он конечно может применять не может а даже прям вот буду рекомендовать однозначно как применять при артрозе. при артрозе надо включить аппарат начать применять программа боль если это ладос обе программы в прямой проекции для начала надо начать применять аппараты специально для этого и созданы лечить боль премиопия зона вокруг глаз зона вокруг глаз и шейно-воротниковая зона как именно применять зависит какая модификация аппарата у вас имеется обязательно будем это обсуждать но зоны я перечислила, артроз это проекция сустава, прежде всего глаза, это зрительная проекция, это зона вокруг глаз. Ребенку 11 лет, артрит можно и нужно. Никакие артриты, вот вообще все, что связано с заболеванием суставов, я сейчас напрягаю свою память и думаю, какое вообще можно придумать здесь противопоказание. Нет, аутоиммунные ли эти заболевания, ювенильные, установленные природы, ревматоидные, неревматоидные артриты, красная волчанка, подагрические ли это артриты, юношеские, взрослые, любой артрит это воспаление, это воспаление сустава, это воспаление суставной сумки, воспаление, может даже разрушение сустава, того же хряща. Поэтому это прямое показание, это блестящая альтернатива того же медикаментозного обезболивания. Нередко при артритах есть еще базовая терапия, какая-то специфическая, это надо обсуждать отдельно. А вот именно обезболивающие препараты, конечно, мы поможем уменьшить нагрузку и даже от них отказаться. Как применять аппарат Денос при желчно-каменной болезни? Вопрос очень широкий, если это желчно-каменная болезнь, битком забит желчный пузырь и так далее, тогда в прямой проекции при желчно-каменной болезни в прямой проекции аппараты Денос, я имею в виду область правого подреберья, не применяются. Аппараты Денос могут применяться в левом подреберье, могут применяться в коленном суставе, шейно-воротнику. Это желчно-каменная болезнь, не противопоказание, мы просто не ставим аппараты на область правого подреберья. Ну такая тема вы прям затронули очень важная, потому что я вам хочу сказать, если это приступ желчной колики, мы можем на этапе до приезда бригады или до обращения в ближайшее время за медицинской помощью рекомендовать зоны суджог печени, они тоже, кстати, есть в нашем руководстве, они перечислены. Но я обратила ваше внимание, Светлана, что при наличии камней в желчном пузыре правое подреберье исключается, остальные зоны мы можем. Сказать, растворяет ли аппарат камни в желчном пузыре, я хочу быть честной перед вами, я такого пока не видела. Если кто-то видел, что камень 2 см растворил аппарат Денос, я очень прошу вас, напишите, я буду просто вам жутко благодарна. Если это желчно-каменная болезнь первой стадии, так называемый билярный сладочек, когда есть осадок, это очень часто я сейчас вижу, это заключение пишут, застойная желчь, неоднородная желчь, называется там медицинский термин билярный сладочек или осадок, как песок некоторые говорят, можно так сказать. Тогда аппарат Денос может применяться. Но, Светлана, вы видите, я сейчас на свой такой конек как сяду, еще тут полчаса буду говорить. Давайте, у меня в планах ближайших, и анонс по сути уже я вам представила, пойдет аппарат Денос, Ладос, и мы коснемся там заболеваний пищеварительной системы, да, потому что, как вы понимаете, сейчас вопросы очень объемные. И вот в сию секунду изложить методику, для начала я определилась, большие камни, камни, которые подлежат оперативному лечению, прямая проекция нет, песок, осадок, нет, пожалуйста, правое подреберье можно. При напряжении мышц лица эффективен Денос аппарат. Да, кстати, Татьяна, спасибо за вот этот вопрос. Я, знаете, что хочу обратить внимание, Денос, Диаденс Космо, или Ладос, или другие модификации аппарата Денос, там, универсальный, так называемый, очень важно понимать, они не являются в чистом виде миостимуляторами. Я хочу, чтобы вы это понимали. Вот здесь вопрос про мышечное напряжение. То есть, если миостимуляторы, они действуют только, как, знаете, чтобы вызвать мышечное сокращение, то аппараты Денос и Денос и Диаденс Космо, они работают через влияние на метаболизм, то есть нормализация мышечного тонуса. Поэтому, если говорить простым языком, аппарату Денос, Ладос, или аппарату Диаденс Космо, ему без разницы, это мышца в спазме, или эта мышца, наоборот, расслаблена. И кто косметологией занимается, они со мной согласятся, что даже на одном и том же лице, я как бы пока собрала все возраста, есть группы мышц мимические, которые спазмированы, а есть группы мышц, которые перерастянуты, которые надо тонизировать, а есть, которые надо, наоборот, расслабить. И в этом и прелесть микротоковой терапии, и в лице аппаратов Денос, и в лице Диаденс Космо, что мы регулируем мышечный тонус путем не механического воздействия, как массажным каким-то там, не знаю, бытовым прибором, а путем именно влияния на метаболизм, на состояние лимфодренажной системы. Мы таким образом нормализуем мышечный тонус, это тоже важно понимать, что это не в чистом виде миостимуляция. Нормально ли, что при подключении аппликаторов тоже сохраняет сигнал? Да, Светлана, абсолютно нормально. Ощущения на аппликаторах всегда менее выражены, чем ощущения от встроенных электродов аппарата. Встроенные электроды аппарата площадь гораздо меньше, чем выносные электроды, вы упоминаете, рефлексы, да, и аппликаторы. Видели, площадь больше, чем электроды аппарата. Поэтому ощущения будут выражаться меньше, это нормально. Поэтому вы можете регулировать мощность, комфортную, какую вот комфортно человеку на процедуру. Миомы, полипы, другие новообразования, онко как применять? ДЕНОС не позиционируется для лечения новообразования. Если миомы небольших размеров и не требуют оперативного лечения, требуют только наблюдения, мы можем применять у этой женщины аппарат ДЕНОС для лечения артроза, остеохондроза, зрительных нарушений. Понятно, да? То есть мы не говорим, вот так при миоме ставь сюда. Нет, мы говорим, пожалуйста, ради бога, пусть лечит свои суставчики, пусть лечит там свою варикозную болезнь, симптомы варикозные, или там свои зрительные нарушения. Что касается полипы, полипы полипом в розе. Полип прямой кишки должен быть удален. Он не лечится ни ДЕНОСом, ни таблетками, ни народными средствами. Полип в прямой кишке должен быть удален. Полип шейки матки должен быть удален. А если это полип желчного пузыря, и он не растет, и он сидит там 2 мм год, 2, 3, 10 лет назад, никаких проблем к применению нет аппаратов. Поэтому мы с вами общаемся. Я, конечно, планирую отдельную тему, комментарии к противопоказаниям. Просто невозможно сейчас объять необъятное за вот этот короткий период. Но я вам хочу сказать, полипы полипом розе, для этого мы с вами общаемся. И новообразование новообразованием розе. Поэтому есть полипы, которые 100%. Поэтому советуйтесь, и это нормально, вы можете обсуждать с докторами этот вопрос. Поэтому полипы ДЕНОСом я не призываю лечить, особенно в локализациях кишка и шейка матки. Клиентам так и говорить. Есть полипы, которые требуют только наблюдения, и они не являются предраком как таковой. А есть полипы, которые являются предраком. Я вам назвала эти локализации. В противопоказаниях написано в относительных. А почему в относительных? Потому что требуют комментариев. Да, действительно, написано новообразование, потому что требуют комментариев. Очень прошу внести информацию на сайте ДЕНОС. За сайт отдельно очень помогаю. Спасибо. dnosfaberlic.com Так, услышим, Людмила. Я думаю, тут все будет еще читаться. И паллада сюда я услышала. Можно ли обучаться на курсах повышения квалификации? Не медикам. Когда проходят эти курсы, не медики могут присутствовать в качестве вольных служб. То есть не медикам не выдается документ, потому что документ об обучении на курсах медицинских повышения квалификации выдается только медицинских работникам, иногда логопедам, потому что у них есть медсестринское образование. Но если человек не имеет медицинского образования, он просто не получит документ. Он может, если эти курсы проводятся, будут проводиться и планироваться. Я просто сейчас дату не могу вам сказать, если вы начнете меня спрашивать. То как вольный слушатель, то есть ему, конечно, никакого медицинского документа, а как вольный слушатель это, пожалуйста, оплачивает стоимость. И ему важно для работы знать вот этот весь медицинский аспект, вот это все, что в пятидневном объеме, пожалуйста, человек может присутствовать. Никто ему не запретит. Выпуск дополнительного электрода типа маска налицо. Ну, это все-таки вопросы будущего. Пока вот в ближайшем я такого не могу сказать, Наталья, да, по дополнительным электродам ответить и уж тем более ориентировать на какие-то сроки. Поэтому Космо актуален как никогда, между прочим, и даже если что-то какие-то появляются, Космо абсолютно самодостаточный аппарат. И Космо не привязан к аппаратам Дэнас. Я, может быть, не очень внятно сказала, но Дэнас Космо это самостоятельный аппарат. В одеяло можно заворачиваться, Марина, и с головой, и без головы, как удобно. Есть люди, которые обожают заворачиваться с головой. Это можно проверить только опытным путем. Есть люди, которые, ну вот, некомфортно, может, там, как-то вот, ну, некомфортно. Им вот это субъективно, здесь это имеет значение. Я знаю деток маленьких, которые как в палатку залазят в это одеяло, целиком называют это палаткой, сидят там вместе с головой, руками, ногами, и там же засыпают. Поэтому я думаю, что это субъективно, как вот, ну, как комфортно человеку. Такого нет, что только с головой. У Дэнас Вертебра есть противопоказания. Ирина, спасибо за интересный вопрос, но это я подчеркиваю и выделяю это к обслугам. Относительное противопоказание, это не противопоказание. За годы применения аппарата Дэнас Вертебра мы не видим каких-то проблем у пациентов с мочекаменной болезнью. Единственное, что если человек нас информирует, что-то там у него приступы и побаливает, как бы вот были боли связаны с мочекаменной болезнью, мы тогда рекомендуем мощность устанавливать минимальную, минимально комфортную. То есть есть определенные параметры, которые минимизируют воздействие на мышечный аппарат, а это мощностью регулируется. И спасибо вам, Ирина, за вопрос. Я сразу могу сказать, что подобрать параметры воздействия аппарата в Дэнас и даже такого серьезного и большого аппарата, как Дэнас Вертебра, можно любому человеку. Для этого мы с вами открываем вот эту площадку общения, чтобы не было недопонимания, чтобы все могли правильно это все позиционировать. Любому можно подобрать, но я имею в виду, что нет, конечно, явных противопоказаний. Нет мочекаменной болезни, не является. Мы не видим обострения. Это я не знаю, что там надо сделать, чтобы камень... Давайте так, у аппаратов Дэнас Вертебра и всех остальных аппаратов Дэнас нет категорически никакого механического воздействия. Нет миостимулирующего воздействия. Это важно понимать. Где Дэнс Космо можно применять любые маски-патчи. В принципе, да, Татьяна, маски, которые для данного типа кожи. Да, хотим мы там увлажнять, питать, подсушивать или еще что-то делать. Конечно, с учетом типа кожи, пожалуйста. Производитель аппаратов Транитек. Производство находится в Екатеринбурге с 1998 года. Не меняется и не менялась производитель аппаратов Транитек. Современное производство, оснащенное по всем ИСО-стандартам аппараты Дэнас имеют сертификат, давайте так, имеют документы, которые дают возможность реализовывать их не только на территории стран СНГ, но и на территории стран Евросоюза. То есть производитель в данном случае, конечно, предоставляет здесь эту возможность. Я имею в виду всю документальную. После 14 процедур Дэнас Космо не увидела улучшений. Почему? Елизавета, я не знаю, почему не увидеть. Поэтому вопрос, наверное, более такой широкий. По какой причине? Во-первых, что мы ожидали? Что там творится с кожей лица? Я пока не могу сказать. Почему? Почему не продаются отдельные электроды для Дэнас Космо? Я уже сказала, все-таки, наверное, больше это в обратную связь по поводу отдельных, я имею в виду, маски, электроды. Есть кардио и ПКМ. Можно ли применять при черепно-мозговой травме с кровоизлиянием? Я думаю, что это вопрос все-таки для реабилитации. Если мы говорим о черепно-мозговой травме с кровоизлиянием, можно применять и Дэнас Кардио, и ПКМ? Однозначно, я думаю, что в комплексе, смотря как, если это уже прошло, что вы меня спрашиваете? Если это прошло, извините, 5 лет, да, однозначно. Если это прошло вчера, то тут однозначно в комплексе с тем лечением, которое назначают неврологи. Нет, черепно-мозговая травма не является противопоказанием. Наша задача, например, Дэнас Кардио воздействовать на точки для оккупирования лечения головной боли, для предупреждения и лечения внутричерепного давления, которое, к сожалению, имеет место быть, как последствия перенесенной черепно-мозговой травмы. Да, можно и нужно, согласно всем нашим методикам. Если есть камни в почках, можно применять Дэнас Вертебра. Я уже сказала, не надо ставить мощность 90, хотя мне это, вот я еще раз говорю, к вопросу, как там навредить, очень сложно представить. Да, можно. Лечит ли близорукость? Я читаю сейчас очень мелкий шрифт, поэтому я в очках, я просто боюсь что-то упустить. В жизни очки не использую, но стала использовать для компьютера таковая ситуация. Да, вы можете делать замечания, но я это не комментирую, это немножко не будем мы это сейчас обсуждать. Тем более есть разные зрительные нарушения, есть разные причины нарушения зрения. Поэтому аппараты однозначно применяются при зрительных нарушениях. Это очень важно для того, чтобы профилактировать прогрессирование, если это уже проблема есть, особенность, извините, она давнишняя проблема. Для того, чтобы в ряде случаев отказаться, например, в быту, и использовать только по факту, я имею в виду дальнозоркость очки. Разные варианты использования при зрительных нарушениях. И что очень важно, диана, аппараты Денос, и те электроды, если они есть там комплекс, ну или важно, или сам аппарат Денос отдельный, или с выносными конструкциями. Он очень помогает лечить зрительное утомление. А последствия зрительного утомления и бесконечной работы с компьютером – это головные боли. И те люди, у которых есть в арсенале аппараты Денос, в очках они или без очков, поверьте, они очень успешно справляются с головной болью, с какими-то симптомами усталости, там песка в глазах и так далее, и так далее. Так, по заворачиванию сказали. Космо без масок. Нет, Наталья Космо подразумевает обязательно какую-то контактную, это может быть сухая маска, которая как минимум смачивается в физрастворе, или это может быть патч маска, в комплект к аппарату Космо входят разные маски, то есть можно как минимум с физиологическим раствором, но обязательно должна быть какая-то тканевая маска, потому что тот электрод, который вы видите на экране, это электрод, он требует установки на тканевую маску смоченную, например, в физрастворе, или уже используются готовые патчи маски, поэтому без масок Космо не применяется. Другое дело, что это может быть, если вдруг под рукой не оказалось патч маски, но не оказалось, это может быть маска тканевая смоченная в физрастворе. Лечится ли аритмия аденоскардио? Я так, Наталья, отвечу, так как, видите, у меня сейчас нет возможности переспросить и передзадать вопросы, а не всегда можно вот да-нет ответить. Что касается нарушения ритма, например, сердцебиение или тахикардия, тахикардия медицинская, сердцебиение, если вам так проще, очень часто это несердечная причина. Поэтому никаким противопоказанием не является, к примеру, аденоскардио. Дальше. При нарушении сердечного ритма очень важно, чтобы было стабильное артериальное давление. Сам факт стабилизации артериального давления приводит к уменьшению эпизодов сердцебиений и нарушению ритма, таких как экстрасистолы. Вот я вам ответила на ваш вопрос. Может быть, какие-то еще другие виды аритмии имеются в виду. Сам факт стабилизации артериального давления улучшает всю гемодинамику в целом. И мы делаем акцент Дэнаскардио на аппарат, который стабилизирует артериального давления, а бонусом мы получаем эффекты и другие. Например, уменьшение количества экстрасистол. Или там, например, у человека уже не беспокоят его сердцебиения, которые периодически возникали. Поэтому сказать, что на первое место я вынесла аритмию, нет, я скажу, давление артериальное. Если давление 120 на 80, то, извините, и аритмия тоже практически сводятся ее риски к минимуму. Так ведь? Объединились Дэнас и Скэннер, есть Кардио 4 программы. Ну, это к Дэнас и Скэннеру. Так, я нечаянно его... Вопросы поступают сейчас. По поводу объединения Дэнаскэннера и аппаратов Дэнаскардио к ним. Пожалуйста, на рефлекс. Не факт, что на рефлекс должен ощущаться какой-либо сигнал. На рефлекс садиться. Ответьте мне на вопрос, с какой целью я не поняла. Рефлекс и установки на ног. Если там на ягодице что-то, ну, можно садиться. Храп Дэнас-аппаратами сейчас тоже секунду не скажу. Можно ли пользоваться Дэнасфертовой при полости не в ноге? Да, и, Надежда, я вот с Вашего позволения на этом вопросе буду вот потихонечку закругляться. Ну, еще ссылки сейчас обещанные отправлю. Никакие металлические конструкции в теле, протезированные суставы, наличие имплантов в позвоночнике, в ноге, в руке, именно вот ортопедических конструкций. Даже если это временная ортопедическая конструкция, такая как аппарат Элизарова. Спасибо, Надежда, за вопрос. Не являются противопоказанием к применению аппаратов Дэнас. В этом преимущество аппаратов Дэнас. Не являются противопоказанием. Никакие пластины. Наличие кардиостимулятора является противопоказанием. Высокая степень близорукости. Все, что касается зрительных, продолжу. Есть определенные осложнения, связанные с нарушением зрения. Например, когда мы говорим о высокой степени близорукости, это отслойка сетчатки. Применение аппарата Дэнас – это профилактика отслойки сетчатки. Применение аппарата Дэнас – это профилактика лечения прогрессирующего нарушения зрения. Поэтому, Ольга, спасибо. Я просто так продолжаю тему глаза. Действительно, мы можем справляться с ситуацией зрительных нарушений гораздо легче и проще. И реже применять очки, если вдруг жизнь заставила в них оказаться. Почему Дэнас Космо нельзя принять маску нескольким людям, все равно через маску идет воздействие? Я не поняла вопрос. Дэнас Космо, которая маска электрод, почему ее можно применять нескольким людям, только она должна быть, как следует, промыта под проточной водой? Потому что в том-то и прелесть, что Дэнас Космо… Вы используете не индивидуальную тканевую маску. Вот ее не надо на несколько людей одевать, пожалуйста, она индивидуальная. Дэнас Космо маска, которая электрод промыли под проточной водой, может мама, дочка, бабушка воспользоваться. А тканевая она индивидуальная, если никаких проблем. При парадонтозе, ну парадонтите, наверное, парадонтоз, это извините, когда уже там все оголилось и выпало, при воспалении ткани окружающих зуб может помочь путем снятия воспаления, путем укрепления, путем улучшения кровообращения. Потому что все, что связано с парадонтитами, периодонтитами, парадонтозами, если уже речь о нем идет, это связано с грубочайшим нарушением питания тканей окружающих зуб. Между прочим, в стоматологии очень активно, с низкой диссертацией защищено в этой области. В руководстве написано, что маска индивидуальная. Маска индивидуальная, маска индивидуальная, маска, поймите, индивидуальная тканевая. Я, конечно, не призываю с улицы собрать 50 человек, но она должна, конечно, обрабатываться. Но поймите, маска электрод может промыться под проточной водой. Она ни на голую кожу не устанавливается. А вот маска, которая тканевая, ее сначала надо одеть, а потом только электрод установить. Вот она индивидуальная. Это по поводу масок. Здесь ответила. Спасибо большое за вашу обратную связь. Еще раз говорю, это очень важно для меня, и особенно в начальном таком варианте общения на платформе новой, можно сказать. Запись будет, сбрасываю сейчас. Протезирование артального клапана не является противопоказанием. Вопрос только, что хотим, с какой целью, пожалуйста, сам клапан. Нет, не является протезирование артального клапана, простите, противопоказанием к применению. Я вставляю обещанные ссылки раз, и сейчас еще, если вам так будет удобно, сейчас, секунду. И еще раз. Запись вебинара будет доступна. Я заканчиваю достаточно, вот, уже мне тут время, я думаю, что мы уделили, по крайней мере, для начальной, для заявленной темы. Я вас благодарю за участие. Я вас благодарю за ваши вопросы. Я вас благодарю за ваш интерес. Надеюсь, он не остановится на достигнутом. И присоединяйтесь. В дальнейшем появится больше информации, больше информации о ближайших мероприятиях. Я уже хочу позволить себе проанонсировать следующий вебинар. Как раз мы будем говорить о ЛАДОСе. Скорее всего, мы разделим возможности применения аппарата ЛАДОС при разных ситуациях на несколько вебинаров. Начнем с лечения болевых синдромов. Такой, сделаем акцент на боль, опорно-двигательный аппарат. И следующий вебинар я вас жду в том же и даже расширенном, надеюсь, составе 30 июля. Также точно в 14.00 по московскому времени. Естественно, все это будет еще объявлено дополнительно на нашей площадке совместной. Жду тоже вашего активного участия. Желаю всем хорошего летнего настроения, приятной и комфортной погоды и, естественно, здоровья с аппаратами ДЕНОС. Всего доброго. Спасибо за участие. Разрешите мне уже откланяться. Всего хорошего. Спасибо.